Встреча в Одинцово предшествовала игра на выезде. Первый матч, четвертьфинал Одинцовской Заречи провело с Уралочкой в Нижнем Тагиле в последних числах февраля. Тогда подопечные Вадима Панкова уступили хозяевам площадки. В этот раз принимающей стороной выступил подмосковный клуб. Родные стены, трибуны болельщиков, знакомый зал – все это могло дать фору Одинцовским волейболисткам. Однако уже с первых минут Зареченки стали ошибаться и к середине партии заметно отстали от гостей. Изменить ход игры хозяйкам так и не удалось. Зато во втором сете Одинцовские волейболистки проявили характер и напористость. На табло уже равный счет. Кажется, вот-вот и Заречи перехватят инициативу, но Уралочка стоически выдерживает натиск хозяек. В итоге 16-25 в пользу гостей матча. Третья партия становится решающей и в игре, и в четвертьфинале для обеих команд. В случае победы Уралочка проходит дальше, а Заречью остаются утешительные игры за 5-8 места. Такая перспектива не устраивает хозяйка, и они стараются наверстать упущенное. К первому техническому перерыву Одинцовские волейболистки подходят с перевесом в счете. Дальше точная атака Ангелины Спирскайте и работы на блоке Алины Ерошек. Заречи закрепляет отрыв четыре мяча. Но этот резкий рывок сходит на нет к середине третьего сета. А после хозяйкам и вовсе приходится догонять соперниц. В концовке партии завязывается борьба, но сильнее и увереннее в этот раз оказываются гости из Свердловской области Уралочка НТМК. Заречья всегда очень амбициозная команда, очень молодые, с ними очень всегда тяжело играть. Потому что защита у них хорошая и всегда довольно сыгранная. Такая команда, как бы ни было, первый год они вместе или нет, Вадим Анатольевич всегда создает такие у них условия хорошие в коллективе. И поэтому всегда тяжело с ними играть, всегда настраиваешься очень на серьезную игру. Очень-очень серьезно готовились, сильно. У нас такие тренировки жесткие были. Мы надеялись, что мы выиграем, но у нас что-то не срослось. Они действительно нас чуть-чуть сильнее. Ну, я думаю, мы боролись, мы сделали все, что смогли. Не хватает характера в команде, 100%. Не хватает, нет лидера. Вот, допустим, Алэгина, которая была на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, она должна играть, она не играет абсолютно. Нам не на кого положиться, я делаю замены определенные. Попытки играть другими игроками не получается. Поэтому на сегодняшний момент не хватает и лидера. Плюс, если там в обешенном связующей, конечно, цемент команды, которая распределяет великолепно, то у нас поиск идет передачи. То есть Романова пасует, может с ошибкой паснуть, может не туда паснуть. Понимаете? Поэтому вот этого, конечно, не хватает. И играть, видите, как по этому сложно. Да, мы пытаемся, где-то боремся, в защите достаем мячи, мы добить их не можем, но мы стараемся. Но не хватает именно вот этого понимания. Впереди у Заречья два тура за 5-е, 8-е места. Первый стартует 20 марта, второй пройдет с 21 по 24 апреля. Пожелаем Заречью Одинцова успехов в борьбе за попадание в пятерку лидеров чемпионата России по волейболу. Мария Подъепольская, Артем Уманоса, телекомпания Одинцова.